А что, если я хочу добавить в мою регрессионную модель какую-нибудь категориальную переменную? Например, жанр фильма. Среди этих переменных ее нет, но вообще она есть на сайте. Ее можно соскрепить. Жанр фильма, боевик, драма, мелодрама и так далее. Это номинальная переменная. Ее значение нельзя упорядочить. В этом случае применять эту переменную в регрессионном анализе непосредственно невозможно. Но ее можно преобразовать. Такое преобразование называется дихотомизацией. Или другими словами созданием фиктивных, фиктивных от слова фикция. Фиктивных переменных. Или по-английски дамми, дамми переменных. Я мог бы взять переменную жанр, но в данном кейсе я не буду ее брать, а возьму снова переменную год выпуска. Потому что я хочу сразу показать и опции работы с фиктивными переменными. И одновременно дополнительные опции, которые возникают, если мы исходно количественную переменную рассматриваем как категориальную и превращаем в фиктивные переменные. Если я рассмотрю год, год количественной переменной, там есть единица измерения, как категориальную переменную, если я сделаю из нее фиктивные переменные, это позволит мне в рамках линейной регрессии искать нелинейную зависимость числа пользовательских оценок от года выпуска фильма. Чтобы создать фиктивные переменные, мне надо перекодировать эту переменную в новые бинарные или дихотомические переменные. У меня сейчас нулевой год соответствует 2007 году, первый год — 2008 году и так далее. До 2017 года включительно. мне надо создать переменную условно нулевой год, и там будут значения 0,1, будет соответствовать 2007 году. Создать переменную первый год, она будет содержать опять же значение 0,1. 0 — значит не 2008 год, 1 — значит 2008 год. и так далее до последнего года. Последний год у меня это 17-й, значит будет бинарная переменная 0, не 17-й год, 1 — 17-й год. В последних версиях SPSS встроена функция автоматического создания таких фиктивных переменных. В SPSS для macOS эта опция появилась раньше, для Windows — позже. посмотрим, как создать даме переменные вручную при помощи перекодировки. Поскольку речь идет о создании новой переменной, то мы обращаемся к кнопке Transform. И здесь удобнее воспользоваться кнопкой Recode into Different Variables в другие перемены. Год выпуска смещённый в 0. Именно новой переменной логично, чтобы оно соответствовало имени исходной переменной, при этом немного отличалось. Поскольку у меня нулевой год базовый, в смысле седьмой год базовый, я обозначу его таким образом. E 2007 — 0. Двойное подчеркивание — 0. В исходной переменной именно нули соответствуют 2007 году. Поэтому, если 0 в исходной переменной, то 1 в новой переменной. Если любые другие, тогда 0 в новой переменной. Но если мы так сделаем, то эмиссинги по переменной год пойдут в нули. Подходит ли нам это? В некоторых ситуациях на это можно закрыть глаза, в некоторых нельзя закрыть глаза. На всякий случай мы вот эту опцию используем. System or user missing пойдет в missing. А вот теперь all other values пойдут в 0. В базе, в конце, появилась новая переменная. Вот она. Посмотрим ее описательную статистику. Никогда не следует пренебрегать описательной статистикой. 36 786 фильмов не относятся к 2007 году. Один фильм... 2893 фильма относятся к 2007 году. Проверим, правильно ли произошла перекодировка посредством кросс-таба. Возьму исходную переменную. Вообще, самую исходную переменную. Год выпуска. И мою новую переменную. Действительно, в новой переменной единички стоят только напротив 2007 года. нолики напротив всех остальных. Перекодировка произошла корректно. Я в этом убедился посредством описательной статистики и кросс-таба. Аналогичным образом надо создать остальные 10 переменных. Это будет первый год. меняю. Если в исходной переменной стоит единичка, то она будет единичкой. Миссинге в миссинге, все остальные в ноль. Продолжаю. Второй год. 2009 соответствует двоечкам в исходной перемене. Двоечки превращаются в единички. Миссинге в миссинге, все остальные в нули. Проверим. Опять же, посредством кросс-таба. Единички в переменной 2007-1 соответствуют 2008 году. Единички в переменной 2007-2 соответствуют 2009 году. Я думаю, алгоритм вам понятен, поэтому я не буду сейчас дальше сам перекодировать. Остальные годы они у меня уже есть перекодированы. 2017-й. Чтобы не запутался сам, я подписал их value labels. Теперь я могу включить эти 11 переменных в регрессионную модель. Но включение дами-переменных в регрессионную модель сопряжено с рядом нюансов. Во-первых, графики распределения дами-переменных всегда специфичны. Чтобы посмотреть, давайте запустим графики. BarCharts я хочу, потому что у меня бинарные переменные, они больше похожи на номинальные. таблицы мне не нужны. BarCharts выбираю. Все графики смещены в сторону нулевых значений. Почему так? Потому что нулевые значения отвечают опции другое. В данном случае другие годы. Это седьмой год, это другие годы. Это восьмой год, это другие годы. Девятый год, другие годы. И очевидно, что опция другое всегда будет более наполнена, чем какая-то конкретная категория. Если бы это были жанры, происходило бы то же самое. Боевик другие жанры, комедия другие жанры и так далее. то есть распределение эффективных переменных всегда смещено в сторону нуля, всегда несимметрично. Это нехорошо для регрессионного моделирования, но других вариантов включить категориальные переменные в регрессионное моделирование в качестве иксов не существует, включая бинарные переменные, дихотомические даме переменной. В регрессионную модель следует выбрать одну из них, которая пойдет в контрольную или синоним референтную группу. Другими словами, будет относиться к константе. Есть несколько правил для выбора даме переменной, которая пойдет в контрольную группу. во-первых, можно включить все переменные просто в модель, ничего не выбирая. Машина по своему произволу выберет сама одну из включенных переменных и выкинет ее. Как бы виртуально выкинет. Ее не будет среди списка переменных в табличке с коэффициентами, потому что она пойдет в константу. если мы не хотим доверяться произволу машин, то есть другие варианты действий. Если мы имеем дело с номинальной переменой, то можем выбрать категорию, которая чаще всего встречается. Самая наполненная категория, например, если бы мы имели дело с жанрами вместо годов, это были бы жанры, то мы выбрали вот этот жанр, потому что он чаще всего встречается. В нашем случае это 2014 год. Годы имеют между собой отношение порядка. В седьмой должны идти раньше восьмой, восьмой раньше девятой и так далее. Если мы не хотим отказываться от отношения порядка между нашими категориями, а мы не хотим, то другое правило выбрать крайнюю категорию либо слева, либо справа. Поскольку так исторически сложилось, что я кодировал именно 2007 год как базовый, то я продолжу придерживаться той же логики. И 2007 год пойдет в контрольную группу. Благом встречается все-таки с минимальника частотой не самой маленькой, но больше без наблюдений не так уж и мало. Я подготовил мои бинарные переменные, относящиеся к годам. Готов ставить их в линейную регрессию. Запускаю линейную регрессию. зависимые переменные количества пользователей поставивших оценку. Сначала я вставлю остальные иксы, то есть рейтинг критиков, количество рецензий критиков и количество номинаций. А теперь вставлю все бинарные переменные, относящиеся к годам, кроме базового, поскольку он пойдет в референтную группу. Это предварительный запуск, поэтому я не включаю непредсказанные значения, ни остатки. Одна из переменных незначима. Это восьмой год. Поскольку я строю предвещенную модель для генеральной совокупности, я должен исключить эту переменную из модели. бывает, что люди не исключают, а интерпретируют имеющуюся таблицу, просто как будто бы не видят эту строчку. Это неправильно. Это неправильно по многим причинам. Во-первых, оставляя незначимую переменную в модели вы завышаете фиктивно, обманным путем фактически, завышаете свой R-квадрат. Потому что когда вы убираете X из модели, R-квадрат падает, должен упасть. Оставляете лишний X, он остается высоким, но эффективно высокий. Во-вторых, вы оставляете высокое число степени свободы в табличке Онова. И поэтому в некоторых ситуациях R-квадрат может оказаться незначимым для генеральной совокупности, хотя на самом деле он значим. Именно за счет неверного преувеличенного числа степеней свободы. наконец в-третьих, извлечение из модели ненужных переменных влияет на величины регрессионных коэффициентов. Нельзя в полной мере доверять тем регрессионным коэффициентам, которые сейчас перед глазами. Когда мы уберем незначимый X, остальные регрессионные коэффициенты изменятся. Они могут измениться чуть-чуть, могут измениться очень сильно. Бывает, что у них даже меняется знак. Поэтому я перезакушу модель и удалю из нее эту перемену. Фактически таким образом я констатирую, что в генеральной совокупности эта перемена имеет коэффициент равный нулю. Теперь другое дело. Поскольку это всего лишь одна слабенькая переменная, сильных изменений в R-квадрате не произошло. Число степени свободы уменьшено. Коэффициенты тоже уменьшились, точнее, изменились прежде, чем перейти к интерпретации полученной модели. Проверим ее на соответствие техническим критериям качества. Есть ли здесь мультикриминерность? Она есть между бинарными переменными. ее не может не быть. Это тоже особенность даме переменных. Они всегда между собой отрицательно коррелируют. где-то сильнее, где-то слабее, но везде значимая линейная скоррелированность. Если бы их было меньше, они бы сильнее коррелировали. Поскольку их много, они коррелируют между собой послабее и не достигают уровня каллинеарности, обратной каллинеарности. Потому что максимальное значение здесь не дотягивают до двух десятых. Но даже если бы они были существенно выше, не принято исключать эффективные переменные, даже те, которые между собой сильно отрицательно коррелируют. Они все остаются в модели. Вот да, такой парадокс. Посмотрим на остатки. Перезапустим модель. Сохраним остатки. Ограничимся с стандартизованными остатками. Посмотрим на график стандартизованных остатков, чтобы убедиться, что он симметричный. график. Остатки это количественное переменное. Поэтому экспорт еще раз вызову критерик Калмогорова-Смирнова, хотя очевидно покажет отклонение нулевой гипотезы. остатки концентрируются вокруг нуля, довольно симметрично. Большинство укладывается в диапазон от минус 1,96 до плюс 1,96. В общем, модель не ухудшилась относительно того, что мы имели до введения эффективных переменных. но, конечно, это ненормальное распределение с точки зрения критерия Калмогорова-Смирнова. И, наконец, проверим многомоскидостичность. И при помощи линейной регрессии меняю Y на переменную с остатками. R квадрат нулевой все X незначимы. То есть линейной связи между каждым X и остатками не наблюдается. Посмотрим, что нам скажет многофакторный дисперсионный анализ остатки и в фиксированные факторы помещаем X только те X и которые значимы. Все помещаем как главный эффект интересует последняя таблица Tests between subjects effects. Континуальные то есть X количественного типа они значимы. То есть они дают гетероскедостичность. Большинство бинарных бинарных X оказались незначимы кроме вот этих двух. То есть большинство бинарных X гомоскедостичны. Опять же можно сказать, что добавление эффективных переменных в нашем случае не ухудшило модель. Даже с точки зрения гомоскедостичности. Разве что здесь чуть-чуть. Но при этом надо вспомнить, что когда мы год как целую переменную помещали, эта переменная была гетероскедостична. Получается, что в плане технического качества модели замена года как количественной переменной на эффективные переменные не привела ни к мультиклинеарности, ни к смещению остатков, ни к увеличению гетероскедостичности. И это хорошо. Перейдем к интерпретации полученной модели.